Я хочу сказать о возможностях, которые мы теряем в результате вот этих разделений и отталкиваний. Хочу начать с истории своей семьи. Вот мой дедушка каким-то чудом вообще для кыргызов, наверное, это чудо, что дед получил образование до революции, потому что у нас как бы не было системы всеобщего образования. И к 30-м годам прошлого века он уже сложился как филолог и внес очень большой вклад в формирование кыргызской грамматики. Но потом его репрессировали вместе с Тенустановым и так далее, сослали на Памир. Но потом началась война, его призвали, и он умер в первых же боях под Киевом. И мой отец, который родился в 40-х годах, он отца практически не помнит. А бабка была безграмотная. И вот все, что осталось от отца, это были фотографии, вернее, от деда, моего отцу, и чемодан книг. И у отца, наверное, не было никаких шансов получить высшее образование, если бы не какие-то специальные квоты для среднеазиатских республик. В итоге отец уезжает в Питер и возвращается оттуда уже дипломированным инженером с огромным чемоданом книг. Значит, моя мама, она с такой сельской семьи, с укулока, отец тоже ушел на фронт, попал в плен, его репрессировали. Он вернулся через 20 лет после сталинских лагерей абсолютно больным человеком. А бабушка, значит, убивалась на колхозной свекле, ей было недообразование. Ну, опять-таки, по какой-то специальной программе советской для бедных сельских девочек. Мама уезжает учиться в женский интернат и потом поступает в наш университет и с отличием его заканчивает и остается там преподавать навсегда. Вот и все, что я помню из интерьера наших квартир, это бесконечные книжные полки с полными собраниями сочинений мировых и русских классиков. Я была такая абсолютная книжная моль и думала, что так живут все, потому что, в принципе, жизнь соседей и друзей, она не очень сильно отличалась от моей. И вот тогда вся моя кыргызская речь, она сводилась, допустим, бабка моя говорила, бабушка, что это, я говорила, я говорила, меня уже туюк, но на чай уже куюк. Ну вот наступили вот эти 90-е годы, значит, вот это перелом национального самосознания, когда вот первый раз в троллейбусе я так, это, извините, вы выходите, и в ответ получаю ответ, «Кыргызская селёйсен, ну сволошь!» Я говорю, за что? Ничего не сделала, только спросила, да? И вот появляется вот этот дискурс, что вот «Кыргызмессен», «Сень Киргизсен» и так далее. Ну, тогда, чего я студентка была, и вот я поступаю на работу, так сказать, фонд Сороса в такую программу «Поддержка НПО». Я как программная стен должна была часами консультировать наше сельское НПО, как у нас получить грант. Вот, и я, значит, мне звонят и говорят, «Кыргызмесслэдэн, канты гранта савулот», я, значит, отвечаю. Значит, так, без газетки объявлений объявляйте тезис, сельс-проект разрабатывайте тезисингер, бюджет составляйте тезисингер, без геофаксмены отправляйте тезисингер. Анагин, грантовая комиссия заседания КЛАТ, Анагин, решение ЧГАРАТ, И, значит, у меня был шеф, он москвич вообще, Андрей, он так, значит, слушал, слушал, потом говорит, «Вы знаете, я стал понимать каргызский язык». И он так совершенно искренне считал, да, я считала, что я очень хорошо говорю по-каргызски. Вот этот дискурс, тем не менее, значит, все это время, значит, это таким фоном идет, да, он нарастает. И потом мы стали ездить по регионам. В фонде Сороса мы очень много ездили по регионам, по таким богам забытым. Токтогул, Талас, Баткен, Нарын и так далее. И вот я сейчас понимаю, да, я извиняюсь, мы в смысле ездили не просто в областные центры, мы же по селам ездили, там были пилотные школы, да. И вот, значит, мы туда приезжали, и первым делом, ну, я обращаю внимание на интерьер, да, ну, как живут люди, вот, книжных полок нет, понимаете, книг нет, то есть щеки джурканы, то есть чтобы можно было быстро расстелить, вот так людей по валочку положить, ну, чтобы гостеприимные очень, да, можно так сказать. И вот, значит, мы приезжали, вот я сейчас понимаю, что мы приезжали, как какой-то лунный десант, и говорили на каком-то птичьем языке, мы говорили, что надо развивать социальные коммуникации, что такое good governance, гендерное равенство, а люди на нас вот так смотрели и в конце спрашивали, так вы будете нам строить канализацию или нет? Мы говорим, почему канализацию? Ну, вы же говорили про коммуникации, понимаете, и тогда я начала понять, что люди живут, оказывается, по-другому, и что вот, как бы, мы, собственно, очень разные, да, и вот уже наступает такой апогей вот этого дискурса кыргызы и киргизы, да, и вот начинает уже очень открыто, яростно говорить, что вот есть такие кыргызы, которые вот говорят и думают на русском языке, и вот они не настоящие, а вот есть кыргызы, вот они как бы настоящие, только они имеют право говорить от имени народа. Вообще это очень опасная вещь, говорить от имени народа, потому что народ, как уже до меня многие ораторы говорили, он как бы разный, да, когда ты себе присваиваешь это право, ну, это не совсем правильно, говорить от имени всего народа. И вот что мне тогда помогло, потому что у меня был страшный комплекс неполноценности, потому что у тебя каждый день, когда говорят, что ты неполноценный, ты начинаешь в это верить, но вот тогда у меня появилась новая программа «Этнические меньшинства», я стала изучать теории нациостроительства, и вот натолкнулась, естественно, мы не могли пройти мимо постколониальных исследований. И вот тогда вот этот интересный феномен культурных гибридов, то, что я оттуда извлекла и поняла, да, это я, вот когда про вопрос, да, значит, это очень хорошо начинает разворачивать индийские постколониальные исследователи, Гаят Респива, Хоми Баба, вот Салман Рушти великолепно описывает это в своем романе «Прощальный вздох Мавра», вот всем рекомендую почитать. И вот там говорится, что вот индийская интеллигенция, которая получила образование в британских университетах, и которая начинает говорить с метрополии, да, об угнетении и колониализме и так далее, которая начинает говорить, во-первых, на их языке, на языке угнетателей, на великолепном английском языке, во-вторых, на языке философии, на языке исследований, да, то есть как бы национальная освободительная борьба, она же всегда была в Индии, но вот эта интеллигенция, она начинает переводить его на глобальный контекст вообще борьбы с колониализмом, и вот они, собственно, придали вот такой размах и масштаб всему этому движению. Но что самое интересное, после получения независимости, что они были так вычеркнуты, потому что как бы народ, ну опять те, которые говорят от всего народа, стали говорить, вот вы говорите от имени угнетенного народа, а вы — это не мы, потому что вы говорите на языке угнетателей, на их языке, вы выглядите как они, вы думаете на этом языке, в этом смысле вы — это не мы, понимаете? И вот то же самое, мне кажется, происходит с нами, да, и вот тогда их назвали гибридами, что это вот интеллигенция в постколониальных странах, которая сложилась под воздействием метрополии, но тем не менее, ну вот эти индусы, они же не являются британцами, так же, как мы же не являемся русскими, потому что мы говорим и думаем на русском языке. И в то же время нас очень сложно назвать как чистокровными кыргызами, потому что, нет, конечно, у меня сердце ёлкает, когда я слышу комус, да, но вот когда Куштар говорил, я это очень много чего не понимала, да, в этом смысле, ну вот тогда мы кто, и что нам теперь делать? И если вся система высшего образования и науки вот была заточена на русском языке, вот нам теперь что с этим делать? И сама вот наша политическая борьба, да, она вот этих русскоязычных кыргызов потихонечку, вы заметили, выталкивает, выталкивает, выталкивает. Вот если посмотреть структуру легендарного парламента, который написал вот эту нашу конституцию 93-го года, и посмотреть структуру парламента 5-го созыва, который сейчас, вы увидите, как в десапе, да, произошло исчезновение вот этих русскоязычных, русскоязычной интеллигенции от созыва к созыву. И вот подобного рода дискуссии, к сожалению, не идут в нашем парламенте, вы сами видите, что обсуждает наш парламент. И в этом смысле получается, что политический мейнстриминг очень сильно замешан на национализме и кыргызчилыке. А русскоязычная интеллигенция кыргызская, она случилась такими, вот если не сказать политическими маргиналами, что на самом деле есть правда, то вот мягко скажем такой аутстриминг, что их вот потихонечку выводят. По идее русскоязычная интеллигенция, которая, собственно, у нас же раньше не было интеллигенции, в нашем родовом обществе. И она сформировалась под сильным влиянием русской культуры и литературы. И она случилась, стала зарождением среднего класса у нас. Вот есть такая теория, во-первых, Аристотель сказал, что средний класс является условием для устойчивости государства. Это тот класс, который аккумулирует нормы культурные, правила общественные и так далее. Вот, и есть еще такая теория стратификации Томпсона и Хики, которая вот показала, как это, например, кто туда входит и как они стратифицированы вот в современных обществах Европы и Северной Америки. Ну, богатые 1,5% — это те, кто принимают решения, владеют непропорциональной долей вообще национальных богатств. Есть вот средний класс, он делится на две категории, это высший средний класс, очень высокий уровень образования, отличительный признак вот этой группы. И есть еще средний средний класс здесь, ну, это вот менеджеры низшего и среднего звена. Есть рабочий класс, это голубые, серые воротнички, сюда еще входят розовые воротнички, это женские офисные профессии. Вот офисные профессии мужские, они входят сюда, а женские сюда, потому что женщины всегда зарабатывают меньше, и у них меньше социальной защиты. Ну, и низший класс — это вот экономический, социальный маргинал, это безработные люди, которые не могут найти постоянную работу, и чаще всего эти семьи время от времени или постоянно оказываются за чертой бедности. И если мы посмотрим структуру нашу, вот следующий слайд, можно? То, что у нас в Кыргызстане. У нас таких исследований не было, но вот я поднимала оценки по бедности, которые у нас, и вот попыталась вот так сложить. Значит, у нас богатых тоже не очень много, от 1 до 5%. Но я не скажу, что эти люди отличаются очень высоким образованием. Вообще, как у нас группы перетекают из группы в группу. Это очень интересно, потому что вот наш высший средний класс, он очень как бы разобщенный, он политически не оформлен, и здесь очень высокая миграционная динамика, то есть старается выехать из страны. Рабочий класс, то же самое, так как нет производства, то, соответственно, он не оформляется политически, социально, и очень тоже высокая миграционная динамика. То есть уезжают не только умы, уезжают руки, ноги, все, что может двигаться. И низший класс, это те, кто живут за чертой бедности. Вот над статком дает 33%, но над статкомом мы же знаем, что верить нельзя. Некоторые отчеты Всемирного банка говорят до 67-68%. Вот представляется нашу структуру. Причем вот эта категория, она время от времени попадает сюда, и чаще всего она время от времени туда попадает. И вот у нас образование вообще не ишуе, как говорится, потому что можно быть профессором, но жить вот здесь, понимаете, и не принимать никакого участия на процесс принятия решений, даже на уровне там своей общины. То есть очень сложно идут процессы. И вот разрыв, который у нас внутри среднего класса, вот внутри вот этой интеллигенции, которая не позволяет нам как-то политически оформляться и пойти, например, в парламент со своей программой партии. Мало того, что мы делимся бесконечно, как Джо Марк говорил, север-юг и так далее, мы еще по языку делимся. Вот еще появилась новая такая группа, это те каргызы, которые получили, которые не говорят по-русски, но получили образование, например, в Америке. Это тоже определенные категории. Но это как раз-таки не страшно. Если мы будем читать одни и те же книги, я на русском, ты на каргызском, ты на английском. Это не страшно, потому что в любом случае мы найдем что-то общее. Но это же катастрофа, что мы не читаем одни и те же книги. Многие вообще ничего не читают уже. И вот это вот, что меня и расстраивает. Если мы посмотрим стратегии в отношении детей, то вот еще Марат Сюнбаев лет пять назад сказал в своем интервью, кыргызы, не надо бороться с кыргызами. Это последнее поколение, которое еще живет на территории Кыргызстана. Потому что если мы посмотрим по стратегии в отношении детей внутри моих друзей и коллег, мы все хотим отправить детей учиться за границу с такой надеждой, что они там останутся. И, к сожалению, вот сейчас пока мои планы в отношении моих двух дочерей тоже такие же, потому что они абсолютно русскоязычные, они даже не могут сказать «чай, кой, юк, мин, то юк, мин». А во-вторых, потому что они девочки. А для девочек в нашей стране возможностей как бы не очень много. Вы знаете, что вот из той категории образованных, те, которые уезжают из нашей страны, причем не такая маятниковая миграция, что получил образование и вернулся, а те, которые уезжают навсегда. Женщин больше. То есть нация теряет образованных женщин. Чем это грозит в будущем, если мы делаем демографический прогноз? Образованные женщины всегда рожают меньше, но они инвестируют в питание и образование детей. Бедные женщины всегда рожают больше. И в ситуации, когда система управления коррумпированная, несправедливая, они воспроизводят вот эту хроническую, циклическую бедность. Знаете, вот мне один знакомый психиатр сказал, что у нас сейчас появились подростки с таким диагнозом, который раньше в 40-х годах в советское время, в учебниках мы видели, говорит, вот эти кейсы. Это такой род слабоумия, вот из глухих сибирских деревень, с тайги привозили таких детей. А сейчас этих детей привозят с наших джайло, вот эти, уважаемая наша Мила Пенкина говорила, вот эти дальние стойбища, пастбища. Это дети, причем это очень тяжелая форма, которая практически не поддается лечению. Это дети, которые не умеют читать и писать, с которыми никто никогда не занимался, которые не знают, что такое музыка, не знают, что такое книги, практически не смотрят телевизор и не читают газет. И вот это ужасно, что вот такие дети у нас появились. Еще есть такое новое понятие, которое появилось недавно, вот я вот только прилетела из Стамбула, значит, они говорят о временной бедности, time poverty. Вы можете иметь 100 баранов, 100 бычков, но у вас не будет времени следить за своим здоровьем, есть то, что вы хотите читать, вообще развиваться как-то, потому что вот эти 100 баранов, 100 бычков, они не позволяют вам. И в этом смысле экономически, когда мы смотрим отчеты экономистов, да, растут доходы домохозяйств, но если мы посмотрим, на что люди тратят свое время, что они могут себе позволить в плане времени и культурных возможностей, мы увидим, что эти возможности очень сильно сокращаются. И там опять-таки идет разрыв между мужчинами и женщинами, потому что у женщин бюджет времени всегда еще меньше, чем у мужчин. И что я хотела этим сказать, да, что если в динамике смотреть, то это есть не очень хорошо. И все-таки нам очень важно сейчас объединяться с тем, чтобы понять, где мы можем найти общие точки соприкосновения, чтобы страну все-таки из этого кризиса выводить. Образование — да, культура — да, музыка — да, что-то общее для развития нашей страны — да. И то, что мы вот случились такие гибриды, такие киргизы, да, это тоже нужно использовать во благо, потому что если мы посмотрим на реформаторов, очень многие из них были гибриды. Петр Первый, который был очень ориентирован на голландскую систему управления, да, Ататюрк, который вел европеизацию и секуляризм как основное правило своей политики. Тот же Ли Куан Ю — это вообще потрясающий феномен, который нужно изучать, который получил блестящее образование в Кембридже и взял самое лучшее из метрополии и принес это в свою страну. Вот в этом плане для меня, как для гендерного эксперта, было очень интересно изучать Ататюрк и Ли Куан Ю, что они говорили о женском образовании. Понимаете, они прям продвигали это. Вот Ли Куан Ю даже вел налоговые льготы для образованных сингапурцев, чтобы они женились на образованных сингапурках, потому что они все время старались жениться на девушках из сел, чтобы она там все это, значит, да. А образованные… Это то, что у нас сейчас происходит, да. Образованные сингапурки, получалось, они не выходили замуж, не рожали детей. И Ли Куан Ю говорит, мы теряем, мы теряем инвестиции в будущее нации, потому что два образованных родителя — это в два раза больше умных разговоров в семье, это в два раза больше инвестиций вашего ребенка. Поэтому мой такой посыл, да, давайте использовать наши возможности, то, что мы как бы разные для общего блага, чтобы TEDx показывали по КТР и ЛТР, а не то, что сейчас показывают по ЛТР и говорят, что вот это вот аналитическая дискуссия. И чтобы… Там, понимаете, выступает человек там с четырьмя классами образования и говорит, что вот так надо жить, понимаете. Я хочу, чтобы мои дочки, они все-таки остались в Кыргызстане, и чтобы дети моих друзей тоже остались в Кыргызстане и развивали эту страну. Спасибо. 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 Спасибо.